Девочка-пай Время финала пришло. До сегодняшнего дня добрались ровно 4 участника. Их сегодня ожидает огромное количество испытаний. Я готов. Надеюсь, вы, уважаемые телезрители, готовы. Наши участники готовы. А значит, мы начинаем проект «Супершеф, дети». Поехали! Как вы уже успели догадаться, у нас сегодня рыбный день. Рыбу готовить не так уж и просто. Но в данном случае рыба-то у нас уже здесь. И казалось бы, что возьми, приготовь, но нет. Мы с нашими участниками отправляемся на рыбалку. Итак, ребята, надеюсь, вы готовы к долгому интересному путешествию. Рыбу кто-нибудь ловил уже? Я уже давно ловила. Ну, вам будет полегче. Ну, а вам придется хорошенько сегодня попотеть. Удочки готовы? Да. Отлично. В таком случае мы отправляемся в дорогу. Этот сачок мы вручим сейчас нашим участникам. Им нужно будет поймать свою рыбу. А вот и наши ребята. Готовы ловить рыбу? Да! Ну, что ж, тогда мы вручаем вам этот сачок и удачи! Попался! Поймал! Золотую рыбку поймал! Первая рыбка! Первая рыбка! Ну, было страшно, что вот-вот свалился туда. Но был еще я азарт, что ты вот поймал рыбу, что ты вот сам это сделал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Не бойся, если упадешь, не утонишь, да? Две рыбы! Две рыбы поймал. Он две сразу поймал. Будем ловить золотую рыбку дальше? Да. Поймали рыбу? Да. Ну, теперь дело за малым ее приготовить. Пойдемте. Только что мы переместились на площадку, где и пройдет наша кулинарная баталия. Сейчас здесь все готовит Гоги Базандарашвили и его помощник. Мне кажется, что что-то очень невероятно вкусное сегодня приготовят из рыбки наши участники. Итак, я с удовольствием хочу пригласить за их рабочие места Камала Мирбеков, Амина Зрожевская, Аиша Магомедова, Аслан Малаев. Четверка финалистов, которые сегодня поборются за звание лучшего. А кто станет лучшим, мы узнаем в самом конце нашего финального выпуска «Супершеф. Дети». Итак, готовы вы сегодня? Да. Точно? Да. Отлично. У меня есть для вас хорошая новость. Вам сегодня будут помогать ваши лучшие кулинарные учителя. Что? Еще не догадались, кто сейчас к вам присоединится? Наставники. Родители? Правильно, родители. Родители сейчас подготовятся для того, чтобы красивыми перед объективами камер появиться. И они будут помогать нашим участникам. Но здесь есть еще небольшой подвох. Какой? Узнаем совсем скоро. А какие характеристики? Ну, во-первых, удобство в обращении, доступная цена, немецкое качество, современный дизайн. Уважаемые телезрители, а вы, наверное, думаете сейчас, о какой компании я говорю. Подсказываю. Техника со вкусом. Правильно. Зигмунштайн. Ну что ж, приглашаю наших родителей. Диана, это мама Аслана. Очень приятно. У меня есть для вас маленький сюрприз, подходите ко мне. Мы усложнили задачу, все не так просто, потому что родители будут со связанными руками. Сегодня помогайте. Считайте, что у нас три руки на один стол сегодня. Так что давайте ваши руки, пожалуйста. Спасибо большое, Диана. Подходите к вашему сыну. Султан, отец Айши. Сразу хочу предупредить. Если у кого-то так сложится обстоятельство, что развяжутся руки, вы развязанными руками ничего делать не должны. Вы должны предупредить, что у вас развязались. Если вы с развязанными руками хоть что-то сделаете за столом рабочим, мы будем штрафовать. Будем снимать баллы. Заира, мама Камала. Выходите к нам. Надеюсь, вы сегодня готовы готовить ту самую золотую рыбку, которую приготовил, поймал точнее ваш сын. Да, он сразу две поймал. Вот, одну мы отпустили. Ну вот такой. Он все время у нас все делал. Нужно один блинчик приготовить. Он два. Нужно, я не знаю, еще что-то одно приготовить. Он два. Становитесь, помогайте, пожалуйста. Мама четвертой участницы. Анна, проходите к нам. Мама Амины Зрожевской. Это правда, что вы к нам прибыли с Украины, да? Да. О, отлично. Вот так у нас расширяется география в проекте «Супершеф. Дети». Надеюсь, вам будет несложно готовиться связанными руками. Я стараюсь очень сильно не затягивать узел. Но все равно затягиваю так, чтобы просто вам готовить сегодня тоже не было. Итак, я думаю, все правила понятны. Становитесь, пожалуйста. Уважаемые телезрители, я понимаю, вы все заждались и думаете, как долго Султан Трамов у нас на экранах телевизоров. Где он? Где Гоги Базандарашвили? И я с удовольствием прямо сейчас под бурный аплодисменты наших участников. Родителям особенно легко сегодня аплодировать. Приглашаю его Гоги, рад тебя видеть. Ну что ж, теперь ты командуй парадом, потому что финал – очень ответственное задание. Ты, пожалуйста, объясни нашим участникам, что им сегодня предстоит делать. Ну и запускай конкурс. Сегодня мы готовим рыбку, но не обычную рыбку. Мы готовим сегодня золотую рыбку, которая исполнит наше желание. Желание занять первое место. Готовим рыбу на гриле с овощами. У всех одинаковое количество продуктов и соусов. Каждый готовит по своему фирменному рецепту. Не забудьте, овощи вместе с рыбой. Тарелка должна выглядеть красиво, аккуратненько и вкусно. У меня вопрос, сколько времени будет дано нашим участникам? 40 минут. Как у нас уже традиция 40 минут, мы должны потом один банкет сделать 40 минутный. И будет у нас 40 минут будет время. Полно, достаточно это время очистить рыбу, пожарить вместе с овощами. Отлично. Ну что ж, готовы? Да. Всем удачи. Мы начинаем финальную кулинарную битву. Поехали. Лук тоже кольцем порежь быстро. Ты с рыбой справляешься? Да. Я на глаз делаю примерно одну ложку. Я на глаз делаю. Молодец, мама. Я занимаюсь одним делом, и также мама, тем другим делом, которым я не успеваю. А с нами готовят процессы, видно сразу. Давай, удачи вам. Спасибо. Вам тоже. Субтитры сделал DimaTorzok Мам, ты сейчас заденешь кишка, вот, и все, и хана. Масло все как-то почисть, похимичь. Теперь кабачок. Наоборот, их толстые надо делать. Толстые надо делать, Камал. Ну, а я какие делаю? Ладно, я толстые порежу. Не мешай, мам. Мама больше помогала. Мама, открывай. Они готовы, ес. Убирай. Руки подними. Ну, было легко, но на жаре сложно было готовить, потому что очень жарко. Рыбой уже, а не фольгу ставить. Рыб, у нас нормальный для одного блюда. Салфетку вытерем, не легче. Молодец. Вот это тоже надо достать, черный. Да, да, да. Давай. Лучше пальцами делай, чтобы папу не порезал. Пальцами, пальцами делай. Давай, пальцами, давай. Учись, учись. О, молодец. Мой папа очень любит готовить плов. Это его фирменное блюдо, я могу так сказать. И как бы, мама тоже вкусно готовит, но он больше нравится папу. Потому что папа бывает вообще. Так, дай-ка, 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 дай-ка. Шкурка внизу, внизу. Вот так, все, застану. Вот так, продави. Давай, дави. Вот так нужно. Продави. Можно эстетику сделать, значит, а не вкусно будет. А когда вкусно, еще эстетически подается, это все-таки... Аппетит возбуждает. Не спеши, главное. Скажи, как это не спешит? Хорошо. Все. Сыр, сыр, блин, он плач. Смотри, чтобы мусор сейчас крили, чтобы нам баллы не снили за мусор. Да. Смотри, у меня соломка нарезать лучше. Нет, крупная. А так? Вам так? Вам так? Может, нам попало. Осталось три минуты. Можно мне, пожалуйста, холодную воду? Я просто жару не принесу. Она не сгорит. Она еще не готова даже. Все. Мам, давай я, давай я. Давай я. Мам, пожалуйста, дай я. Мам, дай я. Время. Есть еще одно уникальное место, которому как никогда подходит девиз торгового дома Киргу. Место, в котором есть абсолютно все для вашей семьи. В данном случае я говорю о супермаркете, который стал партнером проекта Супершеф Дети. Именно поэтому наши участники могли готовить любые экзотические блюда. Это супермаркет «Зеленое яблоко». Но сегодня «Зеленое яблоко» нас привел в вкус. Вкус, знакомый из детства, который дарил нам напиток Денет. Ну что ж, друзья мои, блюда приготовлены. Гоги Базандарашвили уже прошелся. Он уже, в принципе, понимает, кто для него лидер. Но на этом еще наше голосование не заканчивается. Мы сегодня должны определить тройку лучших тех, кто попадут в суперфинал. Сейчас иностранные гости специально приглашены для того, чтобы попробовать каждую из рыб проголосуют. И в конце, после того, как Гоги Базандарашвили подведет свои итоги, мы посчитаем количество голосов за каждого из наших участников. У нас сегодня гости из Индии, из Китая, из Азербайджана, из ЮАР, также Китай. В Африке были черненькие, обжаренные. Сейчас все подойдут к нам. Ну что ж, давайте посмотрим, как распределятся голоса. Узнаем совсем скоро. Здравствуйте. Здравствуйте. Что это? Сыр. Чиз. Соусы у нас. Соусы идут. Лук. Соусы. Соусы. Только что наше специально приглашенное жюри из разных стран, Индия, Китай, Бразилия, ЮАР, кого только не было, здесь успели и спеть, и станцевать. Не знаю, увидите ли вы все, уважаемые телезрители, покажут ли вам наши режиссеры все, но мы здесь по-настоящему здорово повеселились. Но вот сейчас уже наступает тот момент, когда нужно быть максимально сосредоточенными, и перед тем, как Гоги Базандарашвили объявит результаты финального дня, я хочу вручить от этого прекрасного места, где проходила финальная кулинарная битва, оно называется Янтарная, каждому участнику вот такой замечательный сертификат на 4 тысячи рублей, семейное посещение, могут прийти в любой удобный для них день, и отдохнуть всей семьей, то же самое, что можете сделать и вы, уважаемые телезрители. Амина, подходи, пожалуйста, к нам. Приятного тебе отдыха в комплексе Янтарный. Давай к нам, Камал, вперед. Камал, держи. Ты рыбу ловить умеешь уже, сразу две за раз, так что давай вперед. Теперь, Аиша, давай к нам. Мы тебя также поздравляем, приятного отдыха. Ну и Аслан, Аслан, поздравляю тебя. Спасибо. Ждем в комплексе Янтарный. Компания Кенут уже много лет является партнером проектов торгового дома Киргу. Кулинарных шоу, которые наверняка одни из лучших на Северном Кавказе. Проект Супер Шеф Дети не стал исключением. Наверное, поэтому все блюда, приготовленные нашими участниками, такие вкусные. Если хотите, чтобы у вас дома были такие же потрясающе вкусные блюда, приготовленные на раз-два, то приобретайте технику компании Кенут. Торговый дом Киргуд Дом, в котором есть абсолютно все для вашей семьи и даже вся линейка техники от компании Кенут. До встречи. Пришло время объявлять результаты. Определенное количество баллов выставил Гоги Базандарашвили. Определенное количество баллов выставили все те международные наши иностранные гости, которые пробовали все блюда. И сейчас Гоги объявит суммарное количество баллов, которое вышло на сегодняшний финальный день. Прошу. Я начинаю объявлять результаты. Хочу кого-то расстроить, а кого-то обрадовать. Ну, все радуйтесь. Амина 92 балла. Плюс 1 от наших туристов. Плюс 1 балл от туристов. Камал 93 балла. 93 балла Камал. Плюс 2 балла от туристов. Два балла от туристов. Айша, 97 баллов. 97 баллов, Айша. Плюс 5 баллов от туристов. Плюс 5 баллов от туристов. Аслан, 96 баллов и 2 балла от туристов. 96 баллов Аслан и 2 балла от туристов. Амина, 93 балла. Камал, 95 баллов. Айша, 102 балла. И Аслан, 98 баллов. На этом финал завершен, битвы черных фартуков не будет Набравший наименьшее количество баллов, к сожалению, выбывает и это Амина Зрожевская Увидимся в суперфинале проекта Супершеф Дети Мы не прощаемся с вами, а говорим вам до свидания, до новых встреч До новых встреч Было такое, что плохо себя чувствовало Немного отчеряло сознание Я очень рад, что попал в суперфинал Мне во сне приснилось, что в суперфинале я, Аслан и Камал, и это все сбылось Я просто счастлив Субтитры создавал DimaTorzok